Всем привет! Вы часто спрашиваете, ну а читать-то на андроиде можно? Что там за читалка-то есть? Такая интересная, прикольная. И я обычно вам советую Libreiro. Ну тут решил, чтобы уже мне 10 раз одно и то же не отвечать, записать один раз видео и рассказать вам, что это за приложенец такое. Больше 5 лет на рынке, больше 10 миллионов скачиваний, реально популярная штука и самое главное удобная и практичная. Есть в двух версиях, бесплатной и платной. Естественно, у нас эта версия без рекламы платная, здесь уже вы сами решаете, заносить или не заносить, но попробовать можно и с рекламой, совершенно бесплатно. Естественно, платную версию мы разыграем, у меня есть 3 промокода, участие здесь совершенно простое. Ну, первое условие, конечно, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, это считаем за одно условие. Естественно, у нас есть прекрасный, собственно, телеграм-канал самой Libreiro, давайте подпишемся на нее, поможем развиваться. Ссылочка будет, соответственно, в описании. Ну и я предлагаю вам пошарить данный обзор к себе на стену в ВК. Из всех пошаривших выберем рандомным образом, кто же победил. И, соответственно, он получит себе вот такое вот небольшое приложение C. Ну как небольшое? Большое и удобное. Причем эта штука умеет работать также и с инк-ридерами. Я специально надыбал вот такой вот интересный, прекрасный. У нас это Unix Books, Darwin 3. В общем, одно, наверное, из таких чудесных вообще решений в плане Android-ридеров с инк-экраном, при этом самых доступных и самых популярных. Обожаю Дарвины, и третий Дарвин не исключение. Но к нему мы вернемся чуть позже, чтобы посмотреть, как работает приложение. Начнем с бесплатной версии. Возможно, мне стоило бы сказать, что вам лучше заплатить и так далее. Тут решайте сами, я не хочу никого склонять. Да, однозначно, платная версия интереснее в том ключе, что вас ничего не отвлекает. Один раз заотдали денежку и радуйтесь жизни уже на протяжении всего времени. У нас очень много форматов, которые поддерживаются. Вот они списочками. Я даже не буду озвучивать, здесь все самые-самые современные есть. Здесь есть огромное количество настроек, включая, можно язык, там поменять ориентацию автоматически, нет, есть экран или нет, какая тема у нас, светлая, темная, автояркость есть или нет, либо настраивается, виджеты у нас, соответственно, что там будет, виджеты у вас на рабочем столе. И вот этих самых настроек здесь какое-то просто заоблачное число. Причем верхние элементы меню можно передвигать. То есть мы, например, можем отключить какой-то или наоборот включить из пунктов меню. Ну и, соответственно, если я сейчас вот здесь вот удержу, давайте я приложу. Да, мы можем поменять их местами. Соответственно, удобно и понятно. Я говорю вот про эту историю. Здесь все ясно и понятно. Ну, конечно же, есть поиск. Сами книги у нас доступны. Сейчас мы на них посмотрим. Есть возможность перемещаться по папкам. Недавние, избранные, закладки, сеть. Соответственно, здесь какие-то источники, где вы можете поприобретать книжечки и так далее. Ну и ни много, ни мало. Давайте, наверное, перейдем в сам ридер. Посмотрим, что у нас здесь внутри есть. Давайте я запущу сейчас, но мы посмотрим уже это все-таки в платной версии, потому что нужно показать вам ее в том числе. Ну, а это лучше сделать именно внутри самой книги. Итак, у нас режим свиток, книга и, соответственно, музыканта. Музыкант у нас там немножко стандартный, это больше для нот и так далее. Можно запомнить выбор, чтобы включался в одном ключе, но мы выберем здесь, например, режим книги. Естественно, полноэкранный режим, либо неполноэкранный режим, тут выбирайте сами, как вам больше нравится. И далее у нас в режиме книги листаются странички, все ясно и понятно. Есть некая аналитика в нижней части, вот она. Соответственно, вы можете смотреть и просматривать, что у вас там и как там у вас. Есть закладки различные и так далее. В этом плане все хорошо. Можно заблокировать, можно разблокировать. Ну и, конечно же, здесь можно повозиться в интересные ключи. Теперь давайте платную версию посмотрим, потому что, ну, любопытно же посмотреть на визуальные отличия. Давайте запустим платную версию, посмотрим, что у нас еще здесь интересного, любопытного. Здесь у меня уже сразу открыта книга. Но начнем мы с PDF, потому что здесь можно посмотреть, например, в режиме свиток, да, полистать. Можно что-то увеличить даже, посмотреть вот так вот, как у нас читается текст, насколько он хорошо это делает. И вообще, на самом деле, редкий случай, когда у нас PDF-ки читаются крайне быстро и корректно внутри приложения на не очень дорогом Android-смартфоне. А P-Smart это недорогой смартфон. И в этом плане, конечно, все офигенно. Если мы запустим в режиме свиток, например, книгу, что мы можем делать? Ну, соответственно, вот она у меня и была запущена. Мне нравится вот такая функция. Автоматическое пролистывание, что решает абсолютно. Абсолютно можно даже вообще не касаться абсолютно. Экрана все будет работать автоматически. В случае со смартфоном это действительно решает. Можно воспроизвести все вслух. Например, смотрите, используя синтез речи. ...тишествовать, выучилась, и в мурильского демона гнева всего за 5 минут превращается с умилением. Думал я, глядя на меломари. Причем удивительно, но можно даже записать это в вафф-файл. ...возвращался к своим взрослым делам. ...совершенно, по-моему, невероятная история. ...возвращался к своим непростым. Удивительно, но я только теперь понял, как был несправедлив. Похоже, во сне я гораздо умнее, чем на его. Вы знаете, если вам жалко денег на аудиокнигу или аудиокниги просто не существует, то такой режим чтения вполне себе имеет право на жизнь. Естественно, у нас есть несколько вариантов. Смотрите, это ночной режим чтения, дневной, соответственно, мы можем сделать вот так, а тут еще огромное количество всяческих плюшечек у нас появляется. Например, смотрите, сейчас мы перезапустим. Вот такой вот у нас режим чтения на бумаге. Очень прикольно смотрится. Мне, на самом деле, безумно нравится то, что здесь можно настроить вообще все, что угодно. Вот реально все, что угодно. И это в таком огромном количестве представлено, насколько только может быть здесь расширенный функционал. Здесь все донастраивается. Вы всегда можете получить что-то новенькое. Вы можете раскрыть на весь экран, не раскрывать состояние строка состояния, например, даже ее донастроить. В общем, действительно, огромная-огромная работа от самих разработчиков, то, что здесь вы можете делать все и вся, просто вообще не заморачиваясь. И я, наверное, более какого-то такого замороченного варианта на самом деле не видел нигде. И это дорогого стоит абсолютно на 100%. То есть здесь есть абсолютно весь функционал, какой вы только можете пожелать в плане ридера. Ну, естественно, давайте посмотрим, как это работает с инк-экраном, потому что это очень важно. И Darwin III у нас поможет нам в этом. Естественно, здесь должен стоять у вас на ридере Android. Это обязательное условие. Ну, а у них с буксами, вы знаете, я люблю у них с буксами. Мы с ними работаем давно. И в этом плане, конечно, они являются во многом превалирующим эталоном. Именно на рынке продаются и продаются в большом количестве. И наверняка, если вы хотели себе инк-читалку, то вы рассматривали именно какой-то один из Onyx Books себе в плане покупки. Естественно, здесь есть Wi-Fi, здесь есть Google Play. Я просто установил приложение в двух версиях. Платное и бесплатное. Ну, на самом-то деле, в случае с электронным ридером, платное и бесплатное, с учетом, что реклама при отключенном Wi-Fi, скорее всего, вы будете читать именно так. Она не столь актуальна. Но при этом у нас сохраняется полностью интерфейс. То есть мы можем действительно делать все то же самое. У нас есть некие моменты перерисовки экрана, просто в силу особенностей экрана. Но факт остается фактом, что все работает, как нам необходимо. Естественно, есть поддержка всех тех же настроек. Разве что с фоновым цветом. Мы тут немножко не можем так играться и смотреть, в каком ключе он будет реализован. Я в плане цвета, да, просто в силу того, что у нас здесь ЧБ и ЧБ. Но возможность листать прекрасная. Она здесь остается. И кнопочки поддерживаются. И в этом плане, конечно, опять-таки, must-have. Потому что, как бы я ни любил Unixbox'ы, у них ридер не такой навороченный, как здесь. Если у вас в ридере есть, опять-таки, Bluetooth, можно подключить те же наушнички и слушать аудиокнижки в подобном незамысловатом ключе, когда они будут именно начитываться самим Android'ом. И если мы переключимся в ночной режим чтения, а мы можем это сделать, то получим вот такой интересный результат. Хотя, наверное, в случае с конкретно вот этим ридером и с большинством от Unixbox'а, у них есть подсветка своя, которая определенным образом вот она выключилась. либо включилась. Но здесь не сильно яркая для того, чтобы у вас было максимально контрастно. Но факт состоит с фактом, что тоже помогает и весьма неплохо. Ну и, конечно же, работает беспроблемно, без претензий. И опять-таки удивлен, насколько хорошо оптимизирована работа приложения. Это приложение работает раза в два быстрее, чем штатное. Прям вообще огонь. То есть, в плане, наверное, юзабилити для не очень мощных ридеров, для разных ридеров, включая с инк-экраном, однозначно неплохое решение. А, наверное, даже не то, что неплохое, а одно из самых-самых лучших и навороченных. И в этом плане, что Darwin 3, что какой-то другой ридер будет справляться с этим эпсом на раз легко и непринужденно. Ну и опять-таки, читаем с Android смартфонов, с планшетов. В этом плане, опять-таки, вас никто никак не ограничивает, пожалуйста. Ну и, конечно, если тем более у вас планшет, то те же журнальчики, конечно, смотреть явно интереснее, чем на черно-белом инк-экране. Ну тут просто в силу особенностей, да, что в таком режиме запустим. Тоже удобно, кстати. Можно почитать, посмотреть. Мне нравится, очень нравится. Вот то, как это реализовано, насколько это просто, быстро, удобно. И вы заметите, я специально не врал какой-то флагманский смартфон. Это один из самых доступных смартфонов на рынке. При этом вся информация, все подзагрузки, они происходят моментально. Само приложение не то, что не тупит, оно работает наилучшим образом. И мне нравится, как это выражается, обложки. Тоже немаловажно. Соответственно, здесь мы можем. Да, вот смотрите, у нас можно даже немножко все это дело донастроить, так как нам хочется. Например, без авторства сеткой сделать, как у нас было. Здесь, соответственно, посмотреть, что, как, что, где, почему, отправить файл и так далее. И по функционалу, конечно, вне всяких похвал. Лучше я себе даже, наверное, ничего и не представляю. Причем, если мы хотим там что-то прописать, пожалуйста, мы можем здесь указать то, что нам нужно. В общем, полный фарш, полный функционал, полное количество возможностей. И по факту бесплатная и платная версия выбираете вы сами как. Ну и напоминаю, что у нас конкурс на три платных лицензии. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить данному видео лайк. Подписаться на Telegram канал приложения. И, конечно же, все ссылочки будут в описании. А также вы там найдете ссылочку на сам обзор либреры ко мне в ВК. Репостнули к себе на стену. А из тех, кто репостнул, уже будем выбирать победителя. Все просто, очевидно и бескомпромиссно. В общем, конкурсы ролят, а вы не забывайте участвовать. Ну и, конечно же, пишите ваше мнение по поводу данного приложения в комментариях. Надеюсь, вам было интересно. И вы попробуете хотя бы как минимум скачать себе это приложение. Посмотрите, действительно, вот вы будете сильно удивлены, насколько это удобно. И с точки зрения юзабилити, такой, знаете, юзабилити-френдли, да, когда именно дружелюбное приложение к пользователю с большим количеством фишек. Ладно, не буду больше ничего говорить. Все ссылки в описании. Условия конкурса дублируют тоже в описании. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Даже если в конкурсе не участвуйте, все равно поставьте. Шарим данное видео у себя в социальных сетях. А теперь за это еще можно получить приз. Ну и, в общем, спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok